У меня была мечта, это моя мечта, супер мечта была выступить в самом лучшем концертном зале Румынии, с самым лучшим оркестром Румынии, одним из лучших оркестров мира, с оркестром филармонии Джорджия Неску. Поехал я в Хрест, художественный руководитель оказался, который меня очень хорошо знает и очень симпатизирует. У нас состоялся очень хороший с ним разговор. Я говорю, вы знаете, моя мечта, я рассказываю ему о своей мечте, но я хочу приехать со своей командой. Я хочу своим оркестром, своими ребятами, нормально, вытащить эту мразь туда. Ну, вы знаете, если вы так считаете, мы вам предоставляем зал, пожалуйста, но нам бы лучше, чтобы выступить с нашим оркестром, на нашей сцене. Да, это нормально, естественно. А я говорю, нет, я только со своими. Ну, если вы так считаете, пожалуйста. Я и находим, и захожу к этому, к Тодорикану. Да, конечно, у нас есть два больших автобуса, Икарусы, мы посадим эти автобусы, хор, оркестр, бабушек, клябушек, любовниц, всех посадим, и повезем в Бухарест. Ну да, слава Богу, думаю, спокойно. Там нашел спонсоров, чтобы их разместить в нас где-то. Нашлись спонсоры. Один кишиневского происхождения, другие не кишиневского. Потом, в общем, деньги нашлись. Не на много, на сутки, а больше и не нужно. Выступили, поспали и уехали домой. Это должно было состояться в субботу. Сверху утром, телевидение, естественно, телевидение поставило уже свои машины, там камеры расставили. Газеты, тля-ля-ля, везде, значит, пресса, и все таки скажут. Первый раз такой концерт, выходцы из Бессарабии. Хотя не из Бессарабии, ну ладно, фиг с ним. Значит, конечно, это событие. Событие большое. Билеты проданы, не найти ничего, все, афиши развешаны, красиво, очень, очень красивые афиши. Обозначены оркестры, гостей радио, да-да-дам, мустья там, все, мунтьян, адвахов, там вся эта команда. Он, так сказать, четверг утром, за полтора дня до концерта, в Центральном парке Чич-Медзио, знаменитом, так сказать, парке, который во всех романах классиков описан. Вот так вот перед телекамерой, я с камерой передо мной, я рассказываю, как будет проходить. Рассказываю о программе концерта, о своих эмоциях перед этим рассказываю. Мобильник зазвенелся, кто-то из Кишинева звонит. Господин Догой, а почему вы отменили концерт в Бухаресте? Как я отменил? Концерт будет? Я еще не понял, в чем дело. А вот в прессе, говорит, сообщено, что вы отменили концерт в Бухаресте. Так я и все, потом встаю соображать, подожди, а в чем дело? Что-то как-то странное какое-то звонило, потому что не кто-то анонимно, а какой-то журналист, который я знал, позвонил. Оказывается, точно, значит, звоню в Кишинев, не проезжает никто. Во-первых, не берут в руку никто. Не мусти, а никто, он занят на вопросы журналистов, он не отвечает. Занят. Мунтиан, у Мунтиана сразу заболела тетка, или там, я знаю, что-то заболела какая-то левая ягодица. Он мне вчера объяснял, что там очень, ну, короче, у всех причина. Сразу у всех. Собыл про свои обещания, и не отвечает никто на телефон. Никто не брал трубку. Это было потрясающе. Можете представить мое состояние. Никого нет. Ни одной души. Значит, один я. Я думаю, в конце концов, как Анна Павлова в 1905 году, выйду на сцену, рояль есть, публика придет, и я буду играть, рассказывать, я думаю, что у меня, я вам скажу, такой вариант был бы, и он бы состоялся. И не было бы. Я думаю, что вот тогда было бы действительно, так сказать, позорище. Из посольства никто не берет трубку, и никто и не пришел, кстати. Ни одной души. Я оставил для них места, вот эти места, красные, кстати, на съемках, потому что телевидение снимало, вот как обвинительный акт остались. Что делать? Вот только единственный вариант для меня остается. Каким образом просочилась информация к румынскому правительству? Тарычану был. Я с ним не с таком лично, поэтому не могу ничего сказать про него. Можно, оказывается, за полтора дня все сделать. Афиши поменяли, другие афиши, прекрасно напечатанные, они у меня есть, с другими людьми. И дирижер этой филармонии потрясающим. Как можно, не просто, уже я не мог гала-концерт делать. Значит, надо было сделать программу, а где ноты взять? Ноты в муссе тоже были. Но, знаете, у женщин вот есть какая-то интуиция какая-то, вот только, наверное, женщины могут понять, каким образом она буквально за час до того, как поезд Кишнев в Бухарест отправился, успела взять у муссе, а на то бы он и ноты не дал. Взяла у него ноты. Вот все как-то так сложилось прекрасно, что... И я сумел передать, значит, четверг, пятницу, я передал ноты утром этому дирижеру, Прунеру. Прекрасный дирижер. И он за одну ночь освоил балет Венансия. Это не шутка. Как он дирижировал, это надо увидеть. Венансия балет, все это из балета Лучаферу. И единственное, которое прилетело из солисток, это приехало Цвета Мореева из Москвы. Вот эту не смогли остановить, потому что она сверху над Кишинево пролетала и помахала ручкой. Шли слухи, что якобы Воронин остановил. У меня нет никаких доказательств, никаких сведений, и меня это даже не интересует. Я не хочу копаться в этом деле. Для меня важно было, что люди, которым я верил, они меня подвели. Почему должен мне кто-то диктовать, я должен идти туда или не идти? Я пришел. Меня даже не пытались сказать, а что меня должны... Я говорил вначале, приводить, а что я, собственность чья-то? Он тот же Муста мог бы взять ноты и перейти туда. Ты что, служишь в рабовладельческом строе, что ли? Крепостное право даже было отменено уже сколько? Поэтому для меня это очень важная тема преданности человеческой, артистической. Музыка 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 Музыка